ногой в этот всем привет так у нас сегодня в адекватное время ужин без 15 8 видите кушаем значит китайский салат у нас еще вот здесь остался открой мур чимчи и скоро мы на него тоже мукбанг на канал мукбанга снимем чимчи и здесь у нас макарошки спиральки с рыбкой спиральки я заправила растительным маслом и специями здесь нас аджика сухая такая специя аджика и шарина сол шарина сол это специя привезенная из болгарии нам очень нравится то есть я бы макароны когда варила не солила а специях и в аджике и шарина соли есть присутствует соль и вот это вот рыбка которую я вам показывала предыдущем видео во влоговом это консервы которые нам бабушка катя мама моя наготовила в очень большом количестве вот присоединяйтесь алексей будет с вами чавкать а я буду за кадром болтать ну я тоже кушаю но я за кадром болтаю потому что вдвоем только мне лицо широкое вдвоем не помещаемся купили макарошки неизвестные фирмы они так написали плохо на упаковке ну да а я искал информацию сколько минут варить надо в итоге еле-еле смогла прочитать что варим до готовности берем чесночком пахнет как это называется аллегра аль денте я люблю он аль денте больше чем переваренные это тоже чем переварен то я обычно говорю по часам по времени ну а если на хороших дорогих макаронах пишут например столько до минут аль денте а столько-то минут полная буду полна до полного муж я это поймать аль денте не аль денте не умею осуждая по принципу подольше поварили значит точно сварилась что по тарелке то что дых что дых брать могу только не берется берется всю рыбу по-братски поделила на весах по 250 грамм 100 грамм стати рыбу в этой баночке понятненько все расскажешь пути рассказать людям ну а поговорим про фильм я прям сейчас прослезилась аж какой титаник не красотка железная сталь живая сталь американский фильм я его нашла на английском языке тоже но по стс вы показывали естественно на русском языке кстати эти телевизионщики опросники призывали я смотрел сс это предупреждаю что я пошла это я смотри выкладывай куда-нибудь там и сама звони вот тут спрашивали у меня смотрю телевизор смотрю с дымой данный смешать пожалуйста на ю тубе нашла на английском языке надо будет на английском посмотрите интересно ничего не поймешь мне кажется но очень удобно кто языка мучит рекомендует смотреть фильмы которые ты видел да в русском уже переводе посмотрел потом в английском и прикольно что я сразу хотела на английском смотреть миша меня заставил на русском он прям телефон знаете вот так отвлеку и голову ну глаза в телефон опущу он прям меня заставлял выключать и смотреть фильм вы знаете мне пацан то есть и потом посмотрите ли кто-то уже смотрел мальчишка там главный герой очень мишу напоминает такой же до деловерный деловерный с характером а миша сказал что его папа ему меня напоминает также ругаюсь ну классный фильм такое знаете прям быть вот мотивирующий до начинаешь верить в свои силы я прям коллектив после просмотра этого фильма подошла и говорю мы тоже в прорвемся уж если этот железный робот атом стал героем мы тоже говорю прорвемся будем героями все у нас будет хорошо у нас уже хорошо будет еще лучше так как мы хотим да в конце они там у них был бой очень-очень знаменитым и могущественным таким сильным роботом соперником соперником на и атом этот хоть и проиграл но все равно все его назвали героем и все его считают победителем честно чем да не американский год им конец фильма главный герой герой проиграл да обычно главный герой там был на высоте ты не досмотрел от фильм он прям на высоте был он намного слабее чем этот соперник ты видел как они там вызов ему сделали да пацан выступил хотим сделать вызов этому зевсу да вот в итоге эти вызов приняли и вот в конце бой он получал 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 а потом у этого уже энергия заканчивалась получал но все время после нокаута каждого вставал этот атом вот и когда уже у зевса энергия кончилась он ему вышиб этот функцию слышим этого восприятия на слух и они же там регулируют управляют этими своими роботами да на слух кричат им что делать хозяева и а там уже не слышит пацан говорит зато а там видит ты должен говорит стать говорит ну рядом с фингом и показывать ему что делать он сначала отказывался отказывался а потом короче согласился и в итоге вот стал бить зевса вот этого главного сильного соперника несмотря на то что зевс сильный у него уже кончалась энергия все он уже прям замедлялся бил такими медленными ударами а этот показывал что вот так вот стойку держим и защищаемся и робот стоит и защищается а пацан говорит дай ему дай ну чё ты стоишь дай ему пацан переживал а отец пацана говорит не время еще не время еще не время и когда он уже совсем замедляться стал вот этот зевс он стал убить он прям бил бил в итоге он в нокаут положил вот но он тоже встал на ноги встал на ноги и этот атом опять на него набросился начала убить и тут этот гонг все закончился пятый раунд в итоге естественно он остался героем но потом стали подсчитывать трое судей один сказал 48 против 47 другой сказал 48 против 46 и 3 стал 47 против 46 поэтому говорит по подсчетам вот этих вот ударов побеждает зевс ну зевс как и каким этим победил нокаут в нокауте валялся просто от того что пересчитали вот эти вот удары получилось что у зевса больше этих ударов до такой что и . ну вот в итоге короче атом герой и вовсе нам стали фоткать и когда смотришь этот бой все плачут блин все эти герои девушка этого отца плачет отец дерется пацан плачет другие эти соперников ски сторона соперника все переживает прям и прям такие эмоции там на ринге аж невольно слезы прям текут и чувствуешь как будто ты прям вот прям этот твой атом участвует давно я такси не умею снять концовка вообще очень эмоционально здесь какой-то мы фильм смотрим когда ним на ходу из самолета самолет пересаживать думаю там какой-нибудь спилберг или камерон поржал поклоны программе друзья напишите в комментариях а какой ваш любимый фильм мне вот этот фильм очень понравился я смотрю в инстаграме блогера девушку и как раз когда вчера она выставляла stories что уже живая сталь ее любимый фильм она уже десятками десятки раз его смотрела я готова его тоже второй раз пересмотреть не столько суда это я я много раз смотрю москва сезон не верю но я тоже обожаю фильме форрес гамп и генны фильмы тоже американский в общем все время собрал кучу остров и мне такое отношение раз был кремов то после получать ну так и получалось это какая-то заумно и тягомощно ничего интересного и мне это было такие в 90-е годы нет 8 какой-то год вам и мне дали посмотреть видак насколько там доней я не был свой виде микрофона взял видак с кассетами и как-то не было времени посмотреть а здесь я заболел лежал дома с температурой и врубил телек и уже что-то нечего было смотреть поставил кассету это с форрес гампом и просто прям тащился а я как-то урывками на я смотрел даже фильм но там про пацана на тоже про пацана потом он взрослеет там уже не какой-то не такой на как ну да там у него проблемы были таскать по всем направлениям но и с ногами это самое не ела ты че есть макарошки на супа не прохлубка мовить как и вкусные макароны я приготовила те все себе ну я вроде как еще не доела хорошо что дети с нами не нужно они довольно поздно обедали большом и фигодами а сейчас перекусили булочками и с джемом и молоко ну и собственно девятый час хватит лишь куда этот фильм смотрел столько всяких американских узнал так сказать что люди он жил там да когда маленький был главный герой надо прям посмотреть море классный фильм понял прям посмотрел и раньше кассету надо было когда отдаешь надо перематывать и я и перемотал на начало и заново включил ну вот эту живую сталь надо будет с тобой нам надо будет с тобой нам еще загоночку да обязательно обязательно где ты его взял такой значок там какие-то же деньги какие-то собираешь и налить деньги можно купить а мы за деньги его покупали на выходе они там не забрали в итоге что там у них сгорел и уж не помню какая-то ерундыстика была вот и мы потом на выходе за деньги решили купить чтобы по память хоть какая-то осталась когда собственно дети целый день они шарашили втроем на эти деньги которые там они типа зарабатывали у них ничего ничего не хватило немножко жидновато в этом смысле что здесь копеечные значки то значки какие-то памятные эти в конце концов магнитики которые со своими логотипами рекламы бы календарей бы наделали календарь и какие-то магнитики которые ребенок придет дом приклеить на холодильник там себе пакеты уэлсберрис пакеты налево-направо бесплатно раздает а здесь блин ну люди деньги тебе принесли да ты чё не можешь пакет в конце детям раздать со своей же рекламой да люди с этими пакетами будут ходить и твою же рекламу таскать они не будут в этом в этом пакете дома мусор собирать правильно пакет если хороший с ручками сделаешь они будут там что-то носить форму какой-нибудь там принципе даже кофе не отлучил эти деньги дети не выкинули сейчас они валяются по детской комнате периодически они находят играют и детям он на глаза попадает ну только нашим детям а так бы люди видели бы вокруг твои соседи все вы видели нет я считаю это очень грамотный маркетинговый ход я видела библиоглобус такие пакеты у кого-то с пакетами волгарис намного больше людей ходят но тем не менее мне кажется это очень грамотный маркетинговый ход даже не магнит и не блокнот и вот именно пакеты надо с пакетами люди будут куда-то ходить человек идет с пакетом а другой человек видит твою компанию статишь пакета бесплатно давай в магазинах потом перестали я помню я ходил специально в нем-ням покосить было и потом купили желтый пакет звук называет скобила надо и потом билла купила билла купила билла купила и пакеты были халявные носу дома было просто толпа приходишь магазин каждую вещь как в этом как ваша не каждую вещь в отдельном пакет 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 домой приходишь все высыпаю в кучу пакетов но самые последние шанов содержались в этом направлении они недавно перестали пакет удалось интернет-магазин дает бесплатно пакеты перекрыт приводит но у меня такое ощущение знаешь я все восхищаюсь перекрыл да но они такое ощущение что все равно из-за доставку из-за пакеты студии деньги берут потому что например в каталоге электронном я же всегда мониторю акции в электронном каталоге значит помидоры через стоят 49 рублей а у них 59 на сайте а ты же когда картину заполняет свою ты же с сайта интернет-магазина перекресток заполняем ты не можешь туда помидоры черри кинуть по 49 они там установлены по 59 хочешь бери хочешь не бери и так по всем позициям не во всем нет вру по многим позициям цены схожи но по некоторым из них цены в интернет-магазине выше немного ну так по 10 рублей по 10 рублей по 10 рублей они свои 200 рублей наберут на этот доставку только надо просто человек еще потом у него не остается осадочка никакого понимаешь да виду на сайте купил под той цене что на сайте да а вот дикси придумали что вот тоже знаете они собрались мыслями такие молодцы быстренько организовали сейчас доставку и прикол просто я смеялась даже вслух в радиусе одного километра от магазина доставка 150 рублей но и практически любой таксист отведет этот пакет цены на салка вообще халява давай около одного дикси да и собирай в радиусе одного километра заказа на 2 страны и таксисты поднимутся то не до то время начали закисать протухать типа того люди не ездят никуда другой стороны знаешь один километр можно стрежка доехать ну да но я тебе хочу сказать что несмотря на то что у дикси цены такие же как в электронном каталоге то есть они не увеличивают цену а лояльность все равно более положительная у перекрытого переградка выше потому что они же бесплатно доставляют и пакеты там бесплатные а где все может тебе в ящике прикатит и тебе будет за сыпок насыпать на порожек может быть это самое они же как бы тоже не планируем их не туда пакета опять же как-то надо будет тебя за не в чеки будут пакеты скорее всего он ладно 1 минутку 6 на западе запретили эти пакеты бесплатно давать типа это против экологии туда-сюда и там не стоит пакеты магазинах даже бесплатные то они бумажные ну я тебе хочу сказать против экологии не против экологии все равно все пользуются полиэтиленовыми пакетами для мусора вот мы просто от того что нам дают сейчас бесплатно в перекрестке перестали покупать эти пакеты мы пользуемся такими же полиэтиленовыми какими пользовались бы в любом случае просто мы перестали на это деньги тратить вот и все ну да поэтому люди же их не просто там пришли с магазина клубочек свернули и выкинули хотя может американцы так и делают им что денег куры не клют зачем зачем им какие-то где-то может порваться пакет да там от упаковки какой-нибудь острый да вот зачем им американцам этим богатым такие вот пакеты используются в качестве мусора вдруг еще потом мусор вывалится не дай бог да нам-то русским чем мы пять узлов завяжем еще скотчем где надо приклеивать и отнесем все равно на помойку они не будут с этим заморачиваться они купят лучше новые пакеты правильно ну да да мусора поэтому может с этой точки зрения может американцев правильный закон что нельзя ну да у них микросов другая история они же большинство живут в частном секторе частных домах или и наличных и у них у каждого возле дома стоит свой ящик с мусором он стоит возле дома или даже в гараже бывает стоит от ящик на колесиках и грубо говоря у него есть контракт по которым этим мусор забирают он туда бросает всю неделю поэтому по невозможно что просто грубо говоря он там пришел со сковородкой счистил весь мусор крышкой закрыл и пошел домой а потом когда уже набрался ящик они его на колесиках прикатили к дороге поставили и тогда мусорка будет проезжать остановится и вывлитные мне как они так не делают не у них ли там мусор сортировать надо нет в корее нет это в корее может быть германии где-нибудь еще в швеции сортируется там все от всего и в а в америке тоже но в некоторых городах такая история сейчас есть по-моему сиэтл кажется в этом направлении всем спасибо за просмотр всем пока 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 пока